Как ты мог? Я понял, что речь шла обо мне Это вызвало во мне непреодолимое желание оправдаться Но с чего начать? Что я сделал? Эта ситуация настолько взволновала меня Что я решил поделиться своей нуждой с братьями И пошел в пастырскую комнату И вот в момент моего жаркого негодования Вошел один из них И мы умолкли Почему я поступаю так же? Они, понятно Но я почему? На тему сплетен Сказано множество проповедей Проведено огромное количество семинаров И тем не менее Количество их не уменьшается Для того, чтобы победить сплетни Мало знать, что это плохо Нужно для начала разобраться Почему мы это делаем? А для этого нам нужно обратиться К самому началу человеческой истории К третьей главе книги Бытие Как только Адам и Ева согрешили Написано, что И открылись глаза у них обоих И узнали они, что наги Они почувствовали стыд И ощущали необходимость спрятаться С этого момента люди стали понимать Что Бог видит их позор А другие люди для нас опасны Поскольку так же могут его увидеть Это так смутило Адама и Ева Что они спрятались И мы, их потомки Прячемся до сих пор Начиная с книги Бытие Страх перед людьми Стали одной из самых больших наших проблем Страх Страх, что люди увидят нашу наготу Побуждает нас строить свою праведность На неправедности других людей Именно это происходит каждый раз Когда мы сплетничаем Каждый из нас знает Что внутри он моральный урод Настолько испорченный Что, как сказал Чарльз Перджин Никаких слов, даже произнесенных Самым искусным оратором Не будет достаточно Чтобы передать всю его низость И мерзость Намного легче проповедовать О собственной греховности Чем внутри Перед самим собой и Богом Признать себя таковыми Поэтому Если вы желаете освободиться От греха сплетен То вам нужно смириться пред Богом Признав Что в нас нет ничего хорошего И тем не менее Бог выбрал любить нас И спас по своей благодати И начать с любовью служить людям В ответ на праведность Во Иисусе Христе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok